Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Итак, мы давно с вами не беседовали, мы давно с вами не общались, поэтому приготовьте, у кого есть чашечка чая. Итак, возле камина огонь пощелкивает, и вы сидите и наслаждаетесь рукотворным своим собственным чаем, о чем сегодня пойдет речь. И будем, вы пишите сразу в эфире, там пишите по сути, по нашей теме. Тема такая про хлеб насущный, тема очень важная про хлеб насущный, поэтому только об этом. Я знаю, что мне сейчас сразу напишут, что это вы так начали об этом, а потому что был вопрос, и конкретно ответ. Вопрос был потому, чем, как в Библии написано, и где это местописание, что хлеб это святыня, что нельзя, например, уничтожать продукты, там санкционные, по санкциям, которые приходят и так далее. Худшего мерзостного, скажем так, мерзостного дела, чем уничтожение продуктов питания, более мерзостного. Невозможно назвать. Уничтожить пищу, уничтожить еду, хорошие продукты. Это не то, что там какие-то плохие, просроченные, понятно, но уничтожать хорошие продукты питания, которые уже так случилось, оказались на той территории и попали под санкции, вот более мерзостного занятия, я не могла себе в жизни представить. человек, который, ну, скажем так, он живет в том районе, куда шли экскаваторы и в огромном количестве уничтожали сырые, молочные продукты и другие. Вы знаете, какие страны на сегодняшний день самые счастливые? Когда я делаю глоточек, я буду отключаться, хорошо? Какие самые счастливые страны на сегодняшний день? Я сделала список, я вам перечислю. На первом месте Финляндия, на втором месте Дания, на третьем Швейцария, на четвертом Исландия, на пятом месте Норвегия, по жизненному уровню, на шестом месте Нидерланды, на седьмом Швеция, на восьмом Новая Зеландия, на девятом Люксембург, на десятом Австрия. Это по уровню жизни, это как иметь плохой климат, но при этом жить на отлично. Вы знаете, все эти страны, которые я перечислила, это довольно-таки большинство людей в этих странах верующие. Большинство верующие люди. И еще одна очень интересная особенность. В этих странах никогда не уничтожали хорошие продукты питания. Этот вопрос я изучила, поэтому я вам и перечислила именно те страны, в которых никогда не могли себе позволить уничтожить хорошие продукты питания. Если вам они уже не нужны, но это предложение. Отдайте их бедным людям. Они же не просрочные, они же не плохие, это замечательные. Как можно хлеб насущный уничтожать, а потом стоять в молитве, Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам днесь. И называть себя верующими, это первый вопрос. Это теперь был у вас ко мне вопрос. А у меня на эту тему к вам вопрос. Как, скажите мне, пожалуйста, называете вы себя верующими, если хлеб наш насущный, вы уничтожаете, а потом просите? Вы противоречите себе? Зачем просить у Бога то, что вы уничтожаете? Что я могу сказать по этому поводу? Конечно же, кара будет несомненно. Вы скажете, от Бога? Нет, кара идет не от Бога. Кара идет именно от того, кому вы приоткрыли дверь, кого вы потешаете, Кто сейчас потирает руки и говорит, год за годом, 2015, 2016, 2017, 2018, они уничтожают замечательнейшие продукты питания. Им становится жить все хуже и хуже, а они продолжают это делать. Вот вам ответ на вопрос, кто сейчас потирает руки? Сатана. И вокруг бесы. Они празднуют победу. Вот какой парад будет проходить. Вот именно этот парад. Кто это позволяет делать? Вы. Кто позволяет так шутить бесам, так развлекаться сатане? Вы. Вы спрашиваете меня, я не знаю, я считаю это дурдомом. Я считаю дурдомом то место, где этим занимаются. Вы забыли, что такое голод? Вы зачем испытываете Бога? Мне как-то написали, вы из России. Нет. Слава Богу, я не из России, я не из Молдавии, я не из Беларуси, я не из этого. Я из Советского Союза. Это школа жизни, которую мы прошли с Абдепием. Мы знаем, многие знают цену хлеба. Те, кто пострадал, те, кто тяжело жил, кому тяжело было, а в Советском Союзе нелегко было. Даже за хлебом стояли огромные очереди. А чтобы сыр хороший достать, то брали, например, на работу, если где-то выбрасывали сыр, отстаивали большую очередь и брали сразу вот такими огромными головками, чтобы хватило, потому что когда еще выбросят этот сыр? И, допустим, какая-то организация. Вот берем отделом и дальше нарезаем уже кому сколько. Вот так трепетно относились к продуктам питания. Я из той части Советского Союза, Туркменистан. Это страна благословеннейшая. И люди, культура, традиции, их образование, их обычаи просто не позволяют вот так гадко относиться к хлебу, к питанию. И поэтому, поскольку я родилась и выросла, меня с детства научили трепетно относиться к каждому кусочку хлеба. У туркмен, я не знаю, как в других, у других народов, но у туркмен это настолько трепетное отношение к тому, что дает Господь. Благодарность перед принятием пищи. Мы должны благодарить Бога за то, что Он нам послал. И благодарить за то, что мы это имеем. И ни в коем случае не бросать и не выбрасывать хлеб. Хлеб это понятие общее. это питание, продукты питания. Если у тебя много в преизбытке, поделись с соседом, поделись с ближним. Этому нас учили то, что говорится с малечка, с самого детства. Если ты идешь и где-то кто-то обронил кусочек пирожка, самсы или кусочек фитчи. Фитчи, знаете, что такое фитчи? кусочек или может быть хлеба кусочек. Ты поднимаешь этот кусочек и кладешь куда-то на возвышенное место, либо ты поднимаешь, целуешь и кладешь, если ты уронил свой хлеб. На возвышенное место, но для собаки, либо для птиц. Но ни в коем случае, ни в коем случае. Либо в какой-то пакетик и уносишь, чтобы потом размягчить и добавить в пищу своим животным. Но ни в коем случае ты не выбрасываешь и упаси Боже наступить на тот кусочек хлеба. И чтобы не наступил никто на этот кусок хлеба. Вот для чего или на этот продукт. Вот для чего это делается. Чтобы не были свиньями, не попрали. Это до чего дошло, что экскаваторы уничтожают хлеб, уничтожают сыры, уничтожают людей. Неужели нет нуждающихся людей в этой стране? Я в жизни не поверю. Посмотрите, в каком состоянии там детдома. Посмотрите, в каком состоянии там деревни. Сколько там нуждающихся одиноких стариков. Упакуйте, сделайте посылочки и поотправляйте, если вам не нужно. Но я знаю, что раз приоткрыли эту дверь, эту коробочку Пандоры, то оттуда выйдет то, что вы приглашаете. Вы знаете, Господь, Он долготерпелив, Он многомилостив. Но если вы отворачиваетесь от Него и не хотите с Ним ничего иметь общего, Он занимается теми людьми, которые зовут Его, и которым Он просто необходим на данный момент. И еще, кто Его не зовет, к тому Он не идет, кто от Него отворачивается, Он дает возможность подумать, не хотите, не надо. Насильно никого Господь не приглашает. Вот это самый главный демократ, Он дает полную свободу выбора, полную свободу. Все, кто не с Ним, тот не с Ним. Но у тебя всегда есть возможность покаяться, пока ты еще живешь, пока ты еще дышишь. Кто-то к этому слову покаяться относится так, ну покаяться, прийти там, батюшка накинет на тебя что-то, снимет с тебя рясу, и ты покаяешься. Нет, это не то покаяться. Покаяться это когда ты от своих грехов отрекаешься, в том числе вот этот грех, этот грех лежит на целом народе, когда они слышали эту новость, они видели это, что люди уничтожают продукты питания в то время, как многие нуждаются, да даже если вам оно не надо, возьмите и отправьте в Нигерию, отправьте туда, кому оно надо, где миллионы умирают от того, что у них нехватка еды, нехватка воды, там где голод, если вы уже прельстились, вам уже вот тут стоят сыры и так далее. Что за наставники учат вас? Какие священники? Почему ни один священник не встал и не сказал? Исайя, глава 58, стих 7, там четко написано, что разделись голодным хлеб твой. Так там написано в священном писании. Кто называет себя христианином и смотрит спокойно на то, как топчат прекрасные продукты питания, втаптывают в землю еще экскаватором, еще вот так, а еще и сжигают, в топку бросают в вечный огонь свой, тот с молчаливого согласия становится участником, становится прямым соучастником. И еще мне очень нравится, как написано у Езекиля, а у Езекиля написано хлеб твой ешь с трепетом. Представляете, вот ты хлеб ешь свой, хлеб это имеется ввиду питание, любое питание, ты его употребляешь с трепетом. Во-первых, нужно всегда поблагодарить Бога за то, что у тебя есть на сегодняшний день. Вот сколько есть и что есть, нужно поблагодарить. Есть этот хлеб с трепетом. Плюс нужно поделиться, поделиться с голодным нужно, тем более, если у тебя излишек этого всего. Нельзя так относиться. Чему вы, и ведь это смотрят дети, это смотрят подростки, вот на чем сейчас они учатся. Они смотрят, оказывается, ага, если там, допустим, какое-то питание санкционное, то его можно вот так, его можно уничтожать, его нужно уничтожать. Так они себе думают, какие люди из этих детей получатся. Вы думали об этом? Что вы делаете? После этого называть себя верующими? Да не смешите. Там нет живой церкви, ее просто нет. Если если вы откроете Библию от Иоанна, глава 6, стих 48, вот моя Библия, если вы ее откроете, то там написано, это там, где уже Новый Завет, там четко написано, я есть хлеб сущий. Четко написано, я есть хлеб жизни. Почему Христос себя сравнил с хлебом жизни? Потому что хлеб это самое святое, это пища, из-за которой ты живешь, ты дышишь, это священное, понимаете? Сейчас огромное количество, огромное количество миссий, которые помогают Африке, но в связи с тем, что пришло время помочь своему народу, в связи с тем, что вот эта х-болезнь настолько бродит по всему миру, что люди перестали отправлять вот в таком количестве, как раньше, помощь, и из-за этого, из-за этого на сегодняшний день разразился огромный катастрофический голод. Ну, вы думаете, Африка это далеко, там до нас такое, у нас такого не будет, там воды нет, вы очень сильно ошибаетесь. Жалко, что ваша память очень коротка, и вы не помните 1926, вы не помните 1932, вы не помните 1937, да и в 1980, 85, тоже от 80 до 85, 85, 86, 87, тоже не совсем хорошо было. Вы знаете, когда в Библии читаешь вот эту фразу «Я есть хлеб жизни», понимаешь, насколько это свято. Один миссионер, работавший в Африке, переводил Новый Заветный язык местного племени, и, дойдя до того места, где было написано «Я есть мы хлеб жизни», переводчик задумался, как перевести это выражение. Трудность заключалась в том, что местное население вообще не имело представления о хлебе. В их языке даже не было слова «хлеб». И вот представьте, как им перевести, чтобы они поняли и прочувствовали, что имел в виду Господь, когда говорил «хлеб». Миссионер долго не мог решить эту задачу. Наконец, он с радостью написал, «Я есть банан жизни». Да, весьма своеобразный перевод с чувством юмора для нас, как будто бы, не правда ли? Но он в точности передавал смысл выражения «Я есть мы хлеб жизни». Ведь коренные жители тогда питались в основном бананами, они не могли жить без бананов, они делали и каши из бананов, они жарили бананы, и так. Вот именно это и имел в виду Христос, говоря о себе, как о хлебе жизни. И потому африканцы очень хорошо поняли смысл именно вот в той миссии переданных им слов «Я есть банан жизни», как и мы понимаем «Я есть хлеб жизни». Ну, кто это понимает, а кто не понимает. Знаете, смотришь на этих религиозных людей, которые называют себя верующими, но с верой не имеющей ничего общего, они религиозники, и понимаешь, что религия, она сама по себе не делает человека счастливым. Вообще, ни внешние формы, ни вот эти их обряды, не хождение в рясах, я не знаю, что это для них. Они не дают желаемого не успокоения, ни понятия, даже понятия не дают, что такое Бог, что такое милосердие, что такое любовь. Вообще ничего не дают. А ведь Бог есть любовь, спаситель, он приносит с собой счастье и мир. А там, где живет и царствует грех, и где, извините меня, греху говорят добро пожаловать, а потом называют себя верующими, изумительными людьми, добрыми, хорошими, и за что же грядут большие перемены. Приоткрыв вот эту дверцу, к вам войдет тот, кого зовете. И вот эти вот ваши движения, когда вы уничтожаете хлеб насущный, они дадут свой результат. Я не знаю, каким будет урок, но в шутке шутить и аплодировать сатане вместе с ним. Мне жалко, жалко этих людей. И не называйте те, кто смотрит на это спокойно, абсолютно не участвует в том, чтобы противостоять, хотя бы сказав, высказав это, лицемерно молчать, смотреть на все на это, проглатывать и говорить о своем величии. Искалеченный ум, искалеченный мозг, извращенные понятия, ничего общего с христианством не имеющие, вообще с верой, ничего общего с верой в Бога, не имеющий. Вот такой у меня ответ получился на ваш вопрос, что вы живете в том месте рядом, где уничтожали огромное количество пищи, хорошей пищи. Выходили туда, смотрели, почему это делают. Заигрывают сатаной. Ну и те, кто выполняет приказы, кто приказывает, кто молча смотрит. Вот даже подняв этот вопрос, задав мне его, вы подняли этот вопрос. Другие просто молча это смотрят. И ничего не говорят. Они становятся соучастниками. В этом есть их капля. Капля, их кирпичик, их ступенечка в ад. я люблю вас, здоровья вам, благословений. Пусть Господь Бог даст мудрость прояснения ума. Пока-пока. х мудрость